ребят всем привет рада вас приветствовать на моем канале и сегодня я вам покажу такое чего еще никогда ни разу не показывала в своих видео а не показывала потому что с нами это произошло в америке впервые напомню что в америке мы живем с 2017 года ровно шесть лет 17 мая 2017 года исполнилось ровно шесть лет как я приземлилась в аэропорту чикаго именно там меня встретил мой муж на тот момент еще жених и кстати с двухчасовым опозданием но это уже было давно а сейчас мы с вами вернемся в день сегодняшний и сегодня я вас буду развлекать пока мы прогуливаемся по магазину коска я старалась видео для вас записать со звуком но приехав домой и просмотрев это видео решила что так не пойдет и по этой причине решила озвучить для вас видео вновь итак магазин коска любим очень многими американцами кто-то говорит что качество продуктов лучше кто там говорит что лучше цены я же пожалуй отчасти готова согласиться с обоими утверждениями но еще один существенный плюс каска который любим многими здесь можно очень быстро очень вкусно и очень бюджетно доступно покушать мы за этот день уже так набегались безумно проголодались и поэтому решили покушать до того как пойдем делать нашу основную закупку огромнейшая шикарнейшая пицца в этом магазине стоит лишь 10 долларов ну и разумеется куда же без любимой всеми американцами соды кстати в городке в котором мы живем сейчас напомню мы живем в городке манхэттен штат канзас у нас рядом нет коска ближайший коска от нас находится в двух часах городе канзас-сити раньше в коска мы заезжали как правило раз в месяц и покупали необходимые нам на месяц продукты время от времени я смотрю других блогерах тоже с америки так мне интересно что же именно они покупают в коска как не поедут оставляют там порядка тысячи долларов у меня так не получилось даже сегодня хотя скупились скажу я вам мы минимум месяца на три но правда мы и не покупаем полуфабрикаты но я не могу не согласиться с тем фактом насколько полуфабрикаты облегчают жизнь современных женщин и тем более жизнь американок которые совершенно не привыкли готовить во всяком случае не в привычном для нас варианте а знаете что самое замечательное в америке женщины отработав наравне с мужем не будут бежать домой и быстро-быстро становиться готовить у плиты что-то вкусное равноправие значит равноправие и это в америке четко знают не только женщины но и мужчины и так выросло уже не одно поколение американцев не знаю мне конечно повезло с обоими моими свекровями и с той свекровью которая жила в украине и с моей американской свекровью но все же хочу заметить что они очень отличались просто по той причине что разный менталитет наших странах моя первая свекровь в украине замечательная женщина но присущим нам менталитете считала что конечно жена обязана обеспечить мужа хорошей едой разумеется боже упаси она меня никогда ничем не упрекала всегда при необходимости помогала но у меня и всегда было все наготовлено точно так же как и сейчас впрок и работала я тогда скажу вам наравне с мужем с ее сыном но правда ребенок у меня тогда был только один а вот моя американская свекровь мне сказала сразу не взваливай на себя все хлопоты по дому не забывай что у тебя есть муж пусть тебе помогает на равных а ты находи время отдыхать и рассказываю я вам это сейчас не просто так я могу ошибаться и поэтому хотела бы спросить мнение местных девочек кто также имеет свекрови американок какие у вас с ними отношения ожидают ли они от вас что вы должны выполнять всю работу по дому так все-таки в славянских странах на это обращают особое внимание если поделитесь своей историей будет замечательно и на фолзу спан губок и и и и и и и раньше мы всегда старались приехать в магазин коз как открытию тогда еще очень мало людей и можно более-менее спокойно прогуляться по магазину скажем так поглазеть что же интересное здесь есть и в такие часы в этот магазин мы заехали впервые людей очень много снимать тоже очень неудобно поэтому мои дорогие прошу прощения но я решила отложить телефон и сейчас быстро смонтирую для вас видео и покажу что же мы сегодня купили понятно что цены сейчас повышаются везде повышаются постепенно но так как мы заглядываем в этот магазин очень редко то для нас скачок цен существенный и еще разумеется закупка продуктов у нас будет сегодня не совсем обычная во всяком случае такую покупку в этом магазине мы совершили впервые мясом мы запаслись основательно целая морозильная камера у нас теперь забита до верху ну а что же я купила сейчас вам покажу уже из видео дома так всегда поступало много замечаний о том что мы совершенно не покупаем мясо бедным детям да и себе тоже экономим на всем вот мы только что были в коска где вот снимать я там не могла понятно людей очень много и нужно было скупиться побыстрее но обычно мы берем гораздо меньше но так как от нас коска сейчас далеко мы закупились побольше ой а это не тот чек вот нашла другой это был чек с икея мы там кое-что покупали сегодня так вот сегодня мы потратили 550 долларов долларов это уже с налогом как вы видите 40 долларов налога то есть стоимость самих товаров было 516 но это уже включается и вот эти вот зип-локи лимонад это тоже у нас чет любит такой лимонад вот эту штучку я себе купила да а вот это мелодия такая на улицу поставим она почти 70 долларов по моему стоило это уже в общем чеке мясо я взяла и фарс здесь у нас есть и вот такие вот стейки да наверно как правильно это сейчас тоже буду делить на кусочки и замораживать это у нас кстати что это у нас свинина вот она 17 долларов за всю эту упаковку и здесь у нас вот восемь о господи сколько же там ой но это примерно ну примерно 4 килограмма почти в два с половиной почти в два раза меньше надо в общем примерно 4 килограмма и таких кусочков у меня по моему три я взяла здесь у нас вот 16 долларов это тоже у нас свинина и здесь у нас примерно ну три килограмма так фарш 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 это у нас ground beef и здесь я телятина и здесь у нас 23 23 доллара и у нас здесь примерно сколько ну почти три килограмма скажем так тоже я таких взяла вот 123 вот 3 так вот тоже еще одна из этой же серии вот тоже 17 долларов тоже здесь да вот сколько почти 4 килограмма там даже чуть больше да у нас получается ладно а это у нас ребрышки я тоже взяла две вот одна вот вторая почем у нас они вот 26 долларов и здесь у нас сколько но около пяти килограмм есть у нас это у нас идет куриные тут крылышки ножки они уже в маринаде вот у нас 16 долларов за сколько тут пять ну примерно за два с половиной килограмма и вот у нас тоже вот такая вот еще у нас идет тут говядина это я уже буду резать на порционные кусочки также разрежу за мороженую буду доставать по необходимости вот 25 долларов и здесь у нас тоже сколько пять ну около двух с половиной килограмм и тоже вот три таких я взяла упаковочки цены на них плюс-минус одинаковые вот здесь 26 долларов здесь упаковки чуть меньше 24 50 и в третьей упаковочке у нас сколько а в третьей упаковочке это у нас другое здесь у нас тоже идут этим стейки вот 16 долларов тоже за три с половиной килограмма вот думала неужели я взяла меньше чем планировала нет все таки вот их три видите вот за 25 здесь 2450 и в третьем у нас 2395 так вот еще забыла добавить вот такие вот мы тоже брат с любим делать а на выходные на гриле вот мы тоже взяли две упаковки здесь цены я не вижу но по-моему если я не ошибаюсь вот за 14 таких штучек по моему 13 долларов и здесь у нас вот кстати даже видно три с половиной то есть и кило шестьсот вот теперь точно все как видите мясо мы покупаем просто мы это не делаем преимущественно в магазине walmart как получится дальше не знаю будем смотреть возможно что-то здесь манхэттене также есть какой-то магазин где мы будем больше покупать мясо ну а там время конечно покажет увидим от как твои впечатления братик тебе приехал клейтон нормально вы в этом году уже лучше вы как-то раньше немножечко конфликтовали пока нормально нормально ребят давайте сейчас перед тем как буду относить все в морозильную камеру я вам покажу вот еще раз да видите сколько у нас мясо дети не голодные мы не экономим на мясе не переживайте я их делю вот фарш примерно по пол килограмма я соответственно не меряю на глаз разделила упаковку и вот в каждом кусочке у меня получается примерно пол килограмма вот вот этот вот биф да господи телятина точно также отрезала по кусочкам затем буду доставать и уже резать порционно размораживать сколько мне нужно вот это все у нас получилось вот да ну вот это я еще поделить не успела просто уже мне как-то неудобно здесь думаю надо убирать поэтому покажу сразу здесь тоже это у нас ребрышки вот смотрите сколько здесь много в одной упаковке да вот за 26 долларов сколько здесь ну почти 5 килограмм я их буду делить именно по кусочкам вот не одним большим куском а буду делить их по кусочкам и точно также размораживать в пакетах вот у меня их целых две упаковки это буду сейчас выбрасывать вот это вот свинина которую я показывала она была такая большая упаковка вот я их делю и потом складывая вот такие маленькие точно также затем по необходимости буду брать и делать что надо вот поделила и брат который я вам показывала вот это вот тоже стейки такие поделила по кусочкам вот сколько нам надо в упаковочке теперь буду относить и замораживать это наша основная закупка вот именно на долгий период и еще время от времени по желанию либо по необходимости мы еще подкупаем мясо волмар ту же самую курицу не знаю кто там не писал как вы едите эту курицу я обожаю курицу честное слово я очень люблю поэтому ничего в этом такого не вижу курицу мы покупаем там ножки я тоже беру волмар там большой пакет уже не помню сколько сейчас там на это же килограмм 5 это же по-моему цена около 6 долларов кстати блинчики вообще замечательные с курочкой отварить с лучком поджарить объедение что еще мы там берем тоже маринованное мясо если нам иногда хочется вот именно какой-то такой определенный вкус мы тоже там берем я как-то показывала тоже там целый такой кусочек большой в разных маринадах и по-моему где-то в районе 7 долларов стоит 7 8 долларов но нам на нашу семью поужинать всегда хватает тем временем пока весь детский состав помогает чеду я приготовлю ужин и для этого возьму один из наборов которые мы как раз только что и купить самое легкое и простое блюдо в приготовлении обожаю мою помощницу ну а вам ребят всем большое спасибо кто присоединился ко мне в этом видео как всегда надеюсь что видео было вам интересно и увидимся с вами моих следующих видео пока пока ребят